Сегодня мало кто вспоминает приму русского императорского балета Ольгу Преображенскую. Между тем, она блистала на сцене императорского Мариинского театра, а главный балетмейстер Мариус Петипа называл её своей лучшей Раймондой. Он очень любил эту балерину, ценил её талант, музыкальность и дар импровизации. Вариации, которые она сочиняла, великий хореограф нередко вставлял в свои балеты. Ольга Преображенская была школьной подругой, а затем и вечной конкуренткой, всесильной Матильды Кшусинской. При этом она не имела ни её влиятельных связей, ни протекции. Дорога Ольги Преображенской к славе была очень непростой. Оля Преображенская родилась в Петербурге 2 февраля 1871 года. «Хилый ребёнок безумно любил танцы и стремился всеми силами своей души в театральную школу», – вспоминала балерина. Маленькая, сутулая и некрасивая, она оказалась вовсе непригодной для балета. Лишь в третьей попытке девочке удалось наконец поступить в балетное училище. Самые опытные педагоги – Лев Иванов, Мариус Петипа, Христиан и Агатсон, у которых она училась, считали её заурядной. Впрочем, вполне способной, чтобы танцевать в крадебалете. Труд и упорство девочки, а также её первоклассные учителя сделали своё дело. Фамилию Преображенская ученица оправдала. В 1889 году комиссия увидела на сцене преображённую выпускницу. Её назвали «железным профессионалом», а известный критик Плещеев отметил – «миниатюрно, не ломается, лешит просто». На сцене Мариинского театра Ольга с упоением танцевала классические характерные танцы в операх и балетах. Она завораживала публику мягкой грацией и лучезарной улыбкой, словно не обращая внимания на то, что судьба улыбалась ей редко. «Всем, что я сделала, я обязана исключительно себе», – говорила балерина. В 1890-е годы на императорской сцене царили итальянские виртуозки. Техникой щеголяли Карлота Брианца, Пьерина Линьяни, Антуанетта Дель Эра. Соперничать с ними Преображенская не могла, но желала всей душой. А потому упорно посещала класс маэстро Энрико Чикетти и даже специально отправилась в Милан, кузницу итальянских прим, чтобы брать частные уроки у знаменитого педагога Катерины Беретты. Отшлифовав свою ажурную технику, вновь преображенная Преображенская вернулась в Петербург. И все же ей, как и раньше, доверяли лишь вариации, изредка вторые партии. И если в балете «Корсар» Пьерина Линьяни танцевала Мидору, то ей поручали Гюльнару. На премьере Раймонде за главную партию танцевала все та же Линьяни. Преображенская довольствовалась партией ее подруги, Генриетте. С успехом она танцевала и венгерский танец. Вытеснить итальянских прим из Мариинки удалось лишь всесильной Матильде Кшесинской. Та хоть и была школьной подругой Преображенской, но вовсе не собиралась делить с ней пальму первенства на сцене. Маля оставляла ей лишь те партии, на которые не претендовала сама. Когда в спектакле «Спящая красавица» Кшесинская дебютировала в партии «Авроры», Преображенской дали роль белой кошечки. На свою судьбу Ольга Преображенская не роптала. Она радовалась каждой новой партии, и маленькой, и большой. На репетициях была к себе беспощадна. Сама била себя по щекам, наказывая за ошибки. Ее не случайно называли самой музыкальной балериной Мариинского театра. Ведь она хорошо играла на рояле и пела оперной арии, а подготовку к новой роли всегда начинала с изучения музыки. Преображенская отличалась ярким лирико-комедийным актерским талантом. Ей прекрасно удавалась роль Сванильды в балете «Капеллия». Парфоровую статуэтку напоминала ее героиня, изображающая ожившую куклу. В балете «Петипа. Каприза. Бабочки» она была нежнейшей бабочкой, покорившей сердце кузнечика. Именно в этой роли изобразили ее на своей карикатуре танцовщики-братья Легат. А мужчины-балетаманы, поклонники Преображенской, не в силах скрыть свое восхищение, сочинили стишок. Вдруг над ним порхнуло чудное видение. «Бабочка такая, что мое почтение!» Мархотец на шейке, бантик на затылке. Увидал кузнечик, затряслись в нем жилки. За успехами Ольги Преображенской ревностно следили поклонники Кшесинской. Они были возмущены, когда конкурентка посигнула на партию Лизы в балете «Тщетная предосторожность», ведь Матиль досчитала эту роль своей собственностью. За неслыханную дерзость они решили Ольгу наказать. Позаботились о том, чтобы клетка с живыми курами, стоящая на сцене, оказалась открытой, и птицы вырвались на свободу прямо во время действия. Лишь стальные нервы спасли балерину от провала. Преображенская была самокритична. Неудачно выступив в балетах «Жизель» и «Лебединое озеро», от этих партий она отказалась. Романтизм она любила, трагедии нет. Самым поэтичным портретом балерины стал прелюд из одноактного балета «Шопиньяна», поставленного хореографом-новатором Михаилом Фокином. Он вспоминал. Я использовал ее исключительный опломб. Она замирала на пальцах одной ноги и в танце, почти лишенном прыжков, достигала впечатления воздушности. Прелюд пользовался большим успехом. Исполняя номер на бис, балерина позволяла себе менять хореографию финала, что часто делала в балетах Петипа. Фокин обижался. Актерскую импровизацию он не допускал. Преображенская пробовала танцевать и в других постановках Фокина. Вместе с юным Вацлавом Нежинским исполняла танец вуалью в балете «Египетские ночи». От участия в спектакле «Павильон Армиды» Преображенская категорически отказалась. Балерина буквально утонула в пышных костюмах Александра Бенуа. Больше с Фокином она не работала, не приняла его реформы, не признала его балетных новшеств. Нынешние балеты наводят балерину на грустные мысли, сокрушалась Преображенская. Стоит ли совершенствоваться, когда главным является не балерина, а кордебалет? Она привыкла быть центральной фигурой на балетной сцене. Щелкунчики филигранно исполняла фею Драже, была обаятельной Авророй, в партии Раймонде завораживала своей музыкальностью. Петипани возражал, когда Преображенская изменила его хореографию в знаменитом соло с шарфом или заново сочинила венгерскую вариацию Раймонде. Эта вариация до сих пор украшает балет Мариуса Петипа. Дисциплинированная и совсем не капризная Ольга Преображенская часто получала ценные подарки. Дирекция заключила с балериной особый контракт, позволявшей ей выступать по России и за рубежом. Начиная с 1895 года, она не раз танцевала в Лондоне, Берлине, Париже, Милане, даже Южной Америке. Увидев Ольгу Преображенскую в своем балете «Жавотто» на сцене парижской оперы, композитор Камиль Сен-Санс написал специально для нее новую вариацию. Особым успехом маленькая балерина пользовалась в опере «Монте-Карло». Ей устроили овацию, когда она исполняла танец французского юнки. В 1909 году, к 20-летию службы балерины на сцене, дирекция присвоила ей почетное и редкое звание «Заслуженные артистки императорских театров». Во время Первой мировой войны Преображенская выступала на фронте, занималась благотворительностью. «Вы» и «Доброта» — синонимы, писали газеты. После революции 1917 года бывшая императорская прима продолжала танцевать на сцене родного театра. Она преподавала в государственной и в частных школах, репетировала с балеринами, совершенствовала технику Агриппины Вагановой, способствуя формированию ее системы. В 1921 году Ольга Преображенская отправилась на гастроли в Милан. Больше в Россию она не вернулась. Обосновалась в Париже в районе Монмартра, а вскоре стала давать уроки в балетной студии «Вакер» по адресу улица Дуэ, 69. Преображенская сама показывала все движения, учила сложным вращением, придавала выразительность рукам. Чтобы лучше видеть всех студентов, маленькая балерина взбиралась на стул и властно делала замечания начинающим ученикам и знаменитостям со своего командного пункта. Не имевших денег, но талантливых, учила бесплатно. Эту школу называли «балетной меккой». Она воспитала виртуозную Ирину Баронову и красавицу Тамару Туманову, двух знаменитых балерин русского балета «Монте-Карло». Много работала с легендарной Марго Фонтейн и Ниной Вырубовой, будущей примой парижской оперы. «Она была очень подвижной, пикантной, настоящей коломбиной», вспоминала Вырубова. Преподавала Ольга Преображенская до 90 лет. Будучи совсем непрактичным человеком, она умерла в нищете в 1962 году и была похоронена недалеко от Парижа на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Надпись на ее памятнике гласит «Ольга Осиповна Преображенская, прима-балерина русского императорского театра». Этим титулом она гордилась всю свою долгую жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова